Короба и ниши. В данном уроке мы научимся строить короба и ниши. Любая инсталляция внутри помещения выстраивается с помощью коробов. Построим короб для навесного унитаза. Выделим плоскость стены, на которой будем располагать унитаз. Заходим во вкладку «Объекты», «Короб», «Прямоугольный». В окне «Параметры объекта» зададим размеры и материалы нашего короба. Ширина 800, высота 1200, глубина 200. Короб, как объект, всегда встает в центре плоскости, на которой его строили. Двигаем короб, кликнув правой кнопкой мыши на кнопке «Двигать». Теперь можно уложить плитку. Короб для навесного унитаза готов. Перейдем во вкладку «3D» и оценим результат. Чтобы построить колонну, используем короб эллиптической формы. Выделяем плитки на полу. Заходим во вкладку «Объекты», «Короб», «Эллиптический». В открывшемся диалоговом окне сдаем размеры короба, ширину, высоту, глубину. Глубина в данном случае – высота колонны от пола до потолка. Колонна готова. Выбираем мозаику для облицовки. Так как поверхность у колонны изогнутая, необходимо сначала разбить плоскость на сегменты. Выбираем слева на панели инструмент «Разбивка стены». Выбираем середину и задаем размер сегмента в миллиметрах. После ввода кликаем на кнопки «Применить». Для того, чтобы не облицовывать каждый сегмент отдельно, кликаем на колонне правой клавишей мыши. В выпадающем меню выбираем «Выбрать все плоскости» и далее «Положить ряд». «Короб эллиптический» готов. Теперь можно перейти в режим 3D и увидеть наш результат. Построим подиум для душевой кабины. Выделяем плоскость пола. Кликаем на иконки «Объекты» в верхней панели инструментов. Выбираем «Короб произвольный». Мы будем строить полукруглый короб. Выбираем инструмент «Линия». Задаем точные размеры отрезков линии. Для соединения линий используем инструмент «Дуга». Нажимаем «Закончить». Зададим глубину короба. В данном случае глубина будет являться высотой подиума. Передвигаем готовый короб на точное расстояние, если необходимо. Выбираем плоскости короба и укладываем плитку. Короб произвольный готов. Теперь можно перейти в режим 3D и увидеть результат. Следующий вид короба – короб по габаритам. Он используется для построения экрана для простых прямоугольных ванн. Установим ванну. Выбираем ванну. Заходим в меню «Объекты» – «Короб по габариту». В параметрах построения обязательно нужно отжать клавишу «Создать верхнюю крышку». Выбрать размер шва и нажать «Ок». Облицуем короб плиткой. Плитка за коробами по умолчанию в расчет не входит. Как тот или иной объект влияет на расчет плитки, мы видим в редакторе влияние. Заходим во вкладку «Объекты» вверху. В главном меню выбираем редактор влияния. В открывшемся окне видим все установленные объекты. Существует 4 вида влияния. Не влияет – это плитка за коробом считается. Сечение, габарит, заливка – плитка за коробом в расчет не входит. При необходимости можно изменить влияние. Например, добавить в расчет плитку за ванной. Выбираем «Не влияет» и «Сохранить изменения». Построим нишу. Выделяем плитку на стене. Заходим в «Объекты», «Ниша», «Прямоугольная». Задаем размеры ниши, шва, после чего нажимаем «Ок». Ниша перемещается так же, как и обычный объект. Кликаем по кнопке «Двигать» правой клавишей мыши. Облицовываем нишу плиткой. У любого короба и ниши можно изменить размеры. Выделяем ниши. Правой клавишей мыши вызываем меню. Выбираем «Свойства короба» и меняем размер. Как можно заметить, при изменении размера укладка не пострадала. Короб по габариту и ниша готовы. Переходите к следующему уроку.